Чёрт возьми, сколько же крутой информации выпало на этот месяц? Приветствую всех, меня зовут Сойер. И только мы познакомились с информацией из нового One Piece Магазин, как нам выкатили 98-й том манги One Piece, а значит новый СБС от Оды, в котором он отвечает на вопросы фанатов и делится интересной информацией. Предлагаю ознакомиться с этой гаднутой. Погнали! Один из фанатов очень стревожен по поводу того, что One Piece закончится через 5 лет. Он написал, что он и его друзья-фанаты буквально хотят кричать из-за этого. Одда ответил, что под концом он подразумевает самую интересную часть приключений Луфи. С этого момента тайна того, что же такое One Piece будет раскрыта. Прямо сейчас Ванна набирает обороты, и если Луфи удастся выбраться в целости и сохранности, то мы доберёмся до событий, которые охватывают весь мир. Одда утверждает, что никто ещё не читал ничего подобного. Величайшая война в истории One Piece. Одда сказал о концовке манги для того, чтобы подготовить читателей к рядущему. Я думаю, все понимают, что под величайшей войной в истории One Piece Одда подразумевает войну с мировым правительством. И опираясь на его слова, скорее всего, катализатором её станет раскрытие тайны того, что же такое One Piece. На самом деле, это довольно странно, ведь у многих из нас в голове будущий сценарий подразумевает арку Эльбафа после Вана. Но при этом сам Одда ничего про это не говорит. Он невозможно, он планирует выкрутить сюжет в другое русло и начать финальную войну сразу после Вана. Плюс вспоминаем слова о том, что One Piece входит в финальную сагу. И очень вероятно, что тайну One Piece мы узнаем даже раньше, чем ожидаем, уже после арки Вана. Во всяком случае, арку финальной войны Одда хайпит как может. Хочется верить, что это действительно будет невероятной историей. О, а вот это очень интересный момент. Читатель спрашивает у Одды, чья голова больше, Фукурокуджа или у вице-адмирала Строубери. Одда отвечает, что, конечно же, у Строубери. Говорят, что его голова растет больше каждый раз, когда ему становится грустно. На самом деле, на опыте скажу, что Одда часто любит давать важную инфу в СБС, маскируя ее шуткой. И даже про Строубери и его удлиненную голову он уже однажды упоминал в СБС ранее. Эта информация перекликается с моим старым видео про им. Возможно, я расскажу больше об этом, если сделаю продолжение этой теории про им и всех этих персонажей с удлиненной головой. Может быть, однажды. Мне кажется, скоро Одда начнет раскрывать длинноголовых персонажей, и этот вопрос тут неспроста. Одда в последних СБС часто показывает человеческие формы мечей, а теперь по просьбе читателя показал человеческую форму шляпы Луфи. С той прической, что сделал Багги. Еще кое-что интересное. Читатель спрашивает, почему люди презирают клан Козуки в нынешней стране Вану. Разве Шинобу не прояснило это недоразумение? Дело в том, что люди, которые верили в клан Козуки, были убиты Орочи и Кайда, а детям промывают мозги на уроках истории, и все настроение и взгляды жителей попадают под влияние Орочи. И тут Одда говорит, что промывка мозгов и пропаганды является распространенным действом и в нашем мире. Ну, это уже стандартная тема для Одды делать аллюзии на современный мир через призму своего произведения. Дальше Одда раскрывает имена, рост и специальные атаки членов Анивабаншо. В целом, здесь нет ничего важного, немного юмора и в основном различные отсылки на японскую культуру в атаках и именах персонажей. Из интересных имен тут Козыкаги, чья специальная атака это призыв, Ханза, Сарутоби, Пуджин, Райджин и так далее. Занятно, но для сюжета не так важно. Читатель спрашивает, не мешают ли передние зубы Орочи есть пищу? Одда отвечает, что нет, не мешают. Важная инфа. Одда отвечает на вопрос, могут ли одаренные по желанию меняться между человеческими и животными формами или это зависит от фруктов. Конечно, все это зависит от фрукта, а Смайл созданы людьми, поэтому они нестабильны. Хотя все одаренные обладают силой зверя, некоторые из них застревают в этой форме и вынуждены мириться с этим. Например, ссориться со львом на животе или быть съеденным бегемотом. Некоторые пользователи Смайл получают действительно мощные преобразования, но на самом деле это все рулетка. Ну и под конец СБС, по традиции, Одда нарисовал Чопера в возрасте 40 и 60 лет. В двух вариациях. Сверху это если у него все будет хорошо, а ниже вариант, в котором у Чопера жизнь сложится не очень. Но есть еще одна очень важная информация. Одда опубликовал рост и возраст, а также любимую еду всей летающей шестерки. Интересно тут то, что возраст Черной Марии составляет 29 лет. Она чертовски молода, а это значит, что она никак не может быть матерью Ямата, как некоторые считатели думали. Хоть вариант и был неплохой, но про мать Ямата мы вряд ли что-то узнаем, ибо матерей Ван Пис, блядь, не любят. Вот такой информацией поделился Одда, что думаете о счет финальной войны и раскрытие тайны Ван Пис, и как теперь строите дальнейший сюжет, отпишитесь в комментариях. А на этом все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok